Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала коротко о главных событиях нынешнего четверга. Уйти или остаться? На последней предвыборной стометровки кандидаты в президенты окончательно определяют свои позиции. Ночные клубы, деньги и наркотики. Органы правопорядка раскрыли преступную группировку, промышлявшую в столице. Чиновники заплатят за все. Вице-мэр Влад Котец станет одним из первых, кто возместит государство расходы по делам, проигранным в СПЧ. Медаль для Харета. Директор театра Чехова представлен к российской медали Пушкина. Указ подписал Владимир Путин. Обо всем этом и многом другом подробно. Избирательная кампания приближается к концу, и именно в последние дни ее участники делают самые важные заявления. К ним приковано внимание и экспертного сообщества, и избирателей. С этой важной темы мы решили начать наш сегодняшний выпуск. Лидер Демпартии Мариан Лупо официально подал в Центральную избирательную комиссию запрос о своем выходе из электоральной гонки. Теперь ЦИК должен адресовать этот запрос в апелляционный суд Кишинева, где и будет принято окончательное решение. Избирательный кодекс предусматривает, что кандидат не может снять свою кандидатуру менее чем за семь дней до выборов. Однако, по словам главы ЦИК Алина Руссу, если воля кандидата выражена осознанно и свободно, она не может быть ограничена юридическими нормами, и нет причин отказывать ему в выходе по собственному желанию. Напомним, 26 октября Мариан Лупо заявила о своем выходе из избирательной кампании. Неожиданный выход из предвыборной гонки представителя Демпартии Мариана Лупо породил множество теорий и версий о причинах и последствиях произошедшего. Вот как этот ход специально для РТР Молдова прокомментировали политологи. Личный рейтинг Мариана Лупо намного ниже, чем рейтинг Павла Филиппа или Адриана Канду. Исходя из этих причин, наверное, посчитали, что лучше сосредоточиться на правительство, на нынешний курс, а президент это уже другое дело. Тем более, это выгодно и для демократической партии, которая, многие говорили, что выборы будут сфальсифицированы, что результаты будут не те, что могут быть и протестные движения. А таким образом демократы скажут, что это не их дело. Другое дело, что выход уже не первого правого кандидата естественным образом сплочает правый электорат вокруг фигуры Майя Санду. И это, во-первых, вновь подчеркивает геополитический раздел. Теперь мы будем иметь классического пророссийского, ну условного, но классического пророссийского кандидата против классического прозападного кандидата. И снова русские танки, и снова вся вот эта вот старая песня ни о чем. Кандидат в президенты Игорь Дадон призвал народ Молдовы консолидироваться. 30 октября – решающий день для страны и ее граждан. Давайте покажем, что Молдова заслуживает лучшего и более справедливого будущего, заявил лидер социалистов. Он предложил объединить силы всем, кто больше не хочет мириться с коррумпированной властью. Только так, считает Дадон, можно достичь победы с первого тура. Мы, социалисты, начали массивную мобилизацию. Мы будем бороться со всей отдачей и всеми силами, чтобы одержать победу уже в первом туре. Я считаю, что шансы очень и очень велики, и они реальные. Но для этого и те, кто поддерживал Анастасии, те, кто хотел голосовать за Лупу, и те, кто хочет отдать свой голос за Чубашенко и сторонники коммунистов, которых призывали к бойкоту, все должны задаться простым вопросом, за что мы боролись все эти семь лет. Поддержать кандидатуру Игоря Дадона на президентских выборах призывают и национальные меньшинства. Они считают, что лидер ПСРМ сумеет вернуть им их ущемленные права и предотвратить уничтожение государства. Кандидат президента от нашей партии Дмитрий Чубашенко не намерен снимать свою кандидатуру с выборов. Об этом претендент на пост главы государства заявил, выступая на одном из телеканалов. «Хочу сразу сказать, что мы никуда не снимаемся. Мы идем на этих выборах до конца. У нас есть своя твердая позиция, мы намерены ее жестко и последовательно продвигать». По его словам, тысячи встреч, проведенные им и его доверенными лицами, показали, что люди хотят перемен. И кандидат от нашей партии идет именно с такой программой. Кандидат в президенты от партии Действия и Солидарность не приняла поддержку Мариана Лупу, назвав ее фальшивой и компрометирующей. Об этом Майя Санду написала на своей странице в соцсетях. «Таким образом ДПМ решила очистить имидж, заявив о фальшивой поддержке моей кандидатуры. Поддержка Плохотнюка и продвижение меня посредством его холдинга преследует лишь цель скомпрометировать меня. Однако граждане поймут, что стоит за этой грязной игрой». При этом она призвала своего соперника-либерала Михаила Гимпу отказаться от участия в предвыборной гонке и поддержать ее кандидатуру. Независимый кандидат в президенты Валерий Делецкий не только не выходит из избирательной гонки, но и напротив, наверно, еще более решительно бороться за победу. Он призвал всех граждан голосовать за него, как за единственного проевропейского консервативного кандидата, который продвигает христианские ценности. «Голосуйте за меня, вы отдадите ваш голос не впустую, как утверждают некоторые, а он будет гарантией того, что вопрос семьи, какой создал Бог и какое-то определено Конституцией, будет включен в повестку дня следующего президента Республики Молдова. Мое неучастие в выборах оставит большое количество избирателей без альтернативы». Не выходит из избирательной гонки и Юрий Лянко. Лидер Народной Европейской партии заявил, что такое решение приняло Бюро политформирования. По его словам, необходимо сохранить все достижения, сделанные им в рамках евроинтеграции страны. «Я решил остаться в компании. Я решил продолжить курс ради будущего Молдовы. Обращаюсь ко всем молдаванам, независимо от политической ориентации, будь они слева или справа, либералы или демократы, независимо от симпатий. Призываю и унионистов, всех, кто считает, что место Молдовы в Европе, отдайте свои голоса мне. Я предлагаю третий путь». И еще о выборах. Завтра в программе «Пятница» с Анатолием Голем в 19.00 встретятся два электоральных конкурента – Майя Санду и Дмитрий Чубашенко. Не пропустите. Но перейдем к другим темам. Органы правопорядка раскрыли преступную сеть, которая занималась распространением наркотиков. Во главе группировки стоял полицейский. Расследование будет продолжено. 12 человек задержаны по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел вместе с генеральным инспекторатом полиции провели операцию по раскрытию преступной группировки. Прокуроры по расследованию специальных дел совместно с инспекторатом полиции в течение трех месяцев проводили расследование. Была выявлена преступная сеть, которая занималась с распространением наркотиков, в частности героина, на территории Республики Молдова. В рамках расследования было выяснено, что во главе преступной схемы стоял сотрудник полиции. По данным следствия, он получал 90% прибыли от продажи наркотиков, все остальное – посредники. Подозреваемый был задержан в момент передачи около 20 граммов героина подставному лицу. При нем было обнаружено еще 10 граммов героина, а в автомобиле более 100 тысяч леев. Среди задержанных также медики и официанты столичных ночных клубов. В домах и автомобилях подозреваемых прошли обыски. Было обнаружено 30 граммов героина, около 2 килограммов маихуаны и более 150 тысяч леев. Расследование продолжается. И еще о преступлениях и наказаниях. Заместитель мэра муниципия Кишинев Влад Котец возместит потерю государства от проигрыша в Европейском суде по правам человека. Штраф составит 20 тысяч леев. Решение принял столичный Буюканский суд. Истцом выступило Министерство юстиции. Напоминаем, что в январе этого года министр юстиции Владимир Чеботарь впервые выступил с инициативой вынудить судей, прокуроров и чиновников, ответственных за осуждение Молдовы в ЕСПЧ, возместить расходы государства. Государство, соответственно, подало на них в суд. Они должны компенсировать моральный и материальный ущерб, а также затраты и расходы Молдовы для восстановления нарушенных прав граждан и экономических агентов. Большинство проигранных дел относятся к случаям насилия в семье, защиты персональных данных, незаконного лишения свободы, нарушения права на справедливый суд. Среди нанесших ущерб государству фигурируют 28 судей, 7 прокуроров, 1 вице-мэр и глава медицинской ассоциации «Чентру». Что еще происходило сегодня в стране, узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». 1 миллиард леев будет выделен на ремонт и содержание автодорог в Молдове. Кабмину твердил программу распределения средств Дорожного фонда на 2016 год. 755 миллионов леев будет потрачено на покрытие затрат по техническому обслуживанию и ремонту автотрасс общего пользования национального и местного значения. Часть суммы предназначена для покрытия расходов на строительство инженерных сооружений, проектные работы, оценку дорог и покупку земельных участков для расширения национальных трасс в рамках их восстановления. На текущее содержание дорог предусмотрено 96 миллионов леев, на их содержание в зимний период 60 миллионов леев. Также почти 230 миллионов леев выделено для погашения долгов по строительству и ремонту дорог за 2015 год. В Молдове 65 национальных автотрасс общей протяженностью свыше 3330 километров и более 700 автодорог местного значения. 550 тысяч евро выделит Румыния на строительство газопровода Унгена-Кишинев. Деньги пойдут на разработку проекта, который является частью договоренности о взаимоподключении в области энергетики между двумя странами. Решение приняли на вчерашнем заседании правительства. Средства на строительство газопровода поступят в рамках соглашения между Бухарестом и Тишиневым о технической финансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Договор работам был подписан в апреле 2010 года. Персонал таможенной службы будет сокращен на 200 человек с 1728 до 1520 сотрудников. Соответствующие поправки к постановлению от 2007 года утверждены Кабинетом министров. В результате сокращения числа персонала таможенной службы было определено новое видение организации функционирования этого ведомства. Цель проекта заключается в повышении эффективности деятельности таможенных органов, заявил министр финансов Октавиан Армашум. Администрация таможенной службы ранее объявила об инициировании ряда действий в рамках реформы таможенных органов. Продолжаем выпуск. Социологов интересуют не только выборы, но и услуги аэровокзала. ИМОС представил результаты опроса пассажиров Кишиневского аэропорта. Это второе исследование. Первое проводилось до начала реконструкции, нынешнее после ее завершения. Всего было опрошено 1129 человек. 73% пассажиров довольны изменениями за прошедший год. 80% оценивают их как улучшение условий. Среди пожеланий опрошенных открытие аптек, а также улучшение качества объявлений. Были и такие требования, как появление магазинов одежды и салонов красоты. Напомним, за последние годы в аэропорту появилась сплатная многоуровневая парковка, проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и зала ожидания. К другим темам. Уроки инновационной журналистики для студентов, опытных работников СМИ и всех тех, кто видит себя в этой профессии. Информационное агентство «Спутник» на базе своего мультимедийного центра открыл первую в Молдове специализированную школу. Здесь расскажут о современных методах поиска информации, ее обработке, а также научат тонкостям журналистского мастерства. Год назад информационное агентство «Спутник» организовало национальный конкурс для молодых журналистов. Он подтолкнул открыть в Молдове школу инновационной журналистики. Круглые столы, мастер-классы, тренинги, семинары. Здесь расскажут о самых современных методах работы СМИ, в частности, использовании новых способов поиска и обработки информации в схемах организации производства информационного продукта, а также профессиональной этики. Самый важный, наверное, вид, подвид такой работы, соответствующий требованиям инновационного общества и роли медиа в них – это когда читатель, слушатель, зритель – он твой соучастник. То есть ты, когда с ним вместе, решаешь проблемы гражданского общества. Вот это сейчас очень важный подвид, который мы должны развивать. Медиаэксперты, преподаватели вузов, руководители теле- и радиокомпании расскажут также о роли и влиянии интернета на создание и распространение новостей, использование знаний основ, конфликтологии в репортерской работе, практике создания горячих новостей, а также правилах организации и проведения прямых радио- и видеотрансляций. Я решила зарегистрироваться, потому что я два года назад закончила журналистику, но мне больше по душе писать, чем говорить. Я проходила практику на радио и, узнав об этой школе, я, естественно, захотела тоже принять участие, потому что это всегда опыт, это всегда что-то новое. Занятия в школе инновационной журналистики будут проходить раз в месяц, а через год ее выпускники получат дипломы об окончании. Одним из лекторов школы станет директор РТР Молдова Евгений Сергеев. И новости культуры в завершении. Российская медаль Пушкина молдавскому театральному деятелю. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди награжденных директор Русского государственного драматического театра имени Чехова Константин Харет. В указе российского президента отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Константин Харет известен не только как руководитель театра, но и как талантливый драматический актер, создавший на сцене десятки ярких образов. Напомним, что в прошлом году Русский театр имени Чехова отметил свое 80-летие. Таким был этот день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я Железа Горяк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.